Буэнос диасперцы, я держа светной в заряд вашей экрана, а это значит, что сегодня мы возвращаемся к теме туториалов Майначи, и сегодня я вспомню один из старых видео, переосмыслю и сделаю небольшой гайд о том, как запилить автоматическую заряжалку. Ну, почти автоматическую. Конечно, в новых версиях Индастриала есть вот такие вот няшные штуки, именуемые чарджпадами, о, херакс, видели, аккумулятор уже наполовину заряжен. Но суть не в этом. В общем, что мы делаем? У нас есть МФСУшка. Полная. Нам, честно, надо как-то заряжаться, но так, чтобы в этот интерфейс мы не лазили. Как правило, это делается на серверах, когда более прокаченные игроки организуют зарядные станции для новичков, скажем так. Я уже не буду грубить, называть их нубами и так далее. Далее, что мы делаем? Ставим золотые трубы приблизительно вот так. Теперь обсидиановую трубу сюда, сюда изумрудную. И берем абсолютно любой гейд. Ну, дешевле, конечно, взять обычный базовый. Тот, у которого есть пульсар. Теперь, что мы вытворяем дальше? Ставим условие. Вот так. То есть предмет внутри МФСУшки полностью заряжен. Это условие обозначает именно это. Вот так даже сделаю. И делаем вот так. Single Energy Pulse. Хотя нет, лучше все-таки Energy Pulsar на случай, если внутрь попадет уже заряженный предмет. Иначе может случиться так, что из-за лагов сервера и просадки количества тиков в секунду система может не выкинуть предмет, оставив его внутри. Ну, а нам, понимаете, нафиг это не надо. Метаем аккумулятор. Попутно контролируем. Вот, видите, гейт сработал. Ну, только почему-то предмет он не вынимает. Ах, да. Мы забыли перенастроить. Здесь нужно нажать на кнопку Blacklist. А на среднем, вот видите, аккумулятор сразу же выскочил. Раз, и он у нас в руках. Все шикарно. Давайте попробуем еще разок. Так, метнули. Ждем зарядки. Опять же, вот косяк с настройкой трубы. Вот, если ставим Whitelist, а в Whitelist у нас ничего нет, значит он ничего не сможет вытащить. А если мы нажмем на Blacklist, он сможет вытащить все, кроме того, что есть в фильтре. То есть, здесь нам надо оставить какие-то предметы. Опционально могу рекомендовать сделать на месте выброса вот такую стеночку в три блока, чтобы предмет не улетал слишком далеко. Я бы даже, наверное, вот так ее обделал. Потому что, учитывая золотую трубу, итем вылетает, как из пушки. Опять метнули. Батарейка тоже медленно заряжается. Вот псина. Кстати, с каждой тысячи она набирает EMC. А об этих фишках мы потом тоже поговорим. И сейчас как раз посмотрим, как будет вылетать батарейка. Опа. Вот, видите, она ударилась об стенку и упала точно здесь. Все шикарно. Вопросов не имеется. Ну, а на этом всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. До встречи.